На своей волне Всем здравствуйте! Это программа На своей волне Программа, которая рассказывает о людях, которые влечены своим делом К тому же я хочу всех вас, уважаемые телезрители, поздравить с наступлением настоящей, хорошей, доброй весны И сегодня у нас в гостях поистине тоже весенний гость Артем Амаро Давайте ему все поаплодируем Артем, спасибо, что ты сегодня с нами Спасибо, что пригласили В этой передаче тем телезрителям, кто, может быть, не знает Артема Давайте посмотрим его первое выступление Dance and sing with me Улетай 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 Две тропинки вдоль реки Да по разным сторонам Только сердцу вопреки Не остаться вместе нам Губы с белой вишнею Понапрасну не криви Просто стала лишнею Наша песня о любви Я не стану держать Улетай Ай-яй-яй Ой-ой-ой Чуть коснувшись рукой птичьих стая Знаю, будет так нелегко Ночь срывает лепестки Смотрит свысока на нас Вся любовь на две строки Только пара ярких фраз Заблестят твои глаза От услышанного нет И боится опоздать В небе над рекой рассвет Я не стану держать Улетай Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ой-ой-ой Чуть коснувшись рукой птичьих стая Знаю, будет так нелегко Я не стану держать Улетай Ай-яй-яй Ой-ой-ой Чуть коснувшись рукой птичьих стая Знаю, будет так нелегко Улетай 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 Вместе нам нельзя лететь Нету места в облаках На земле рожденный петь Буду прилетать к тебе во снах Я не стану держать Улетай Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ой-ой-ой Чуть коснувшись рукой птичьих стая Знаю, будет так нелегко Я не стану держать Улетай Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ой-ой-ой Чуть коснувшись рукой птичьих стая Знаю, будет так нелегко Спасибо, Жешев На своей волне Итак, сегодня на своей волне находится Артем Амаро Наш гость, который поет, который рассказывает посредством песен о любви Все песни поешь о любви? Конечно, это в основном о любви Но любовь у нас бывает как чаще всего к женщине, к любимой, так же и к родителям, к маме, к родине Поэтому любовь это главное А фамилия у тебя откуда она такая? Это цыганские корни Амаро Да, это переводится цыганского наш, правда Амаро, правильно, но так повелось, что люди начали назвать Амаро Хорошо, как появился певец Артем Амаро? Именно его вообще возникновение? Возникновение, ну потому что каждый человек, когда он выходит на сцену, он с чего-то начинает, скажем так Кто-то там с детства самого начинает петь, кто-то поступает в училище и уже оттуда идет Да певец как таковой Артем Амаро не планировался Просто в 4 годика я пел И мама просто услышала, как я за Наташей Королевой желтые тюльпаны повторяю И вроде ей показалось, что я чистенько попадаю в нотки На что папа попросил ее отвезти в какую-то музыкальную школу Чтобы я в дальнейшем просто радовал семью и пел на праздниках дома А каких-то дальновидных планов не было ни у мамы, ни у папы Но так получилось, что отвели меня в школу, чтобы я учился петь Поступил на вокальное отделение А там меня приняли и на фортепиано, и на скрипку В итоге к концу дня мама пришла к папе и сказала Ты знаешь, надо покупать и скрипку, и рояль Нас взяли в 3 класса И оттуда принеслось Я поступил еще в отдельный музыкальный колледж по классу скрипки уже в 7 лет В хоровое училище имени Михаила Ивановича Глинки Как вокалист, дирижер и пианист Там 3 главных было, как это называется, предмета И также мне была сделана, я называю это, прививка эстрадная Поскольку это все академические дела были Но в детстве у меня была сделана эта вот прививка, как эстрада И я занимался в студии маленькие звездочки И очень любил это дело, потому что это давалось мне легче всего Я просто выходил и пел Если рояль это очень тяжелый, серьезный труд Который занимает основную часть суток То вокал было всегда делать очень просто Я просто выходил и пел Единственное, что был главный критерий, это мама Которая мне говорила, без души ты сегодня спел И все, меня это убивало Вне зависимости от результатов Я мог выиграть какой-то серьезный конкурс Но если мама после этого скажет, что Нет, зацепил все Скажи, а вот ты учился вот Музыке, да, фортепиано Охотно вообще учился? Потому что многие дети Вот сколько знаю примеров Ну как-то вот неохотно идут в музыкальную школу На самом деле сначала все это Как у всех детей Начинается в игровой форме А в дальнейшем В зависимости тут уже на самом деле много от родителей Потому что вот мой педагог Он был фантастический педагог Но этого мало И он сам говорил моей маме о том, что Вот Марина Сейна, я его здесь, в училище веду Он мне там посвящал основную часть своего времени Но мне надо, чтобы вы его дома так же Поэтому моя мама, она все время была рядом И с детства это потом, конечно, переросло в адский труд И это было очень тяжело Это было неприятно Это было из-под палки Но когда уже я выходил на сцену И вот эти первые овации, первые аплодисменты Вот это стало как раз-таки захватывать Это то, ради чего стоило Уже в том возрасте, в детском Ты понимаешь, что ты хочешь этого снова и снова И, да, конечно, все равно, опять-таки, мама рядом Это как наркотик Это да, это с самого детства С самого детства тебе хочется Вот тебе нравится, когда тебе полный зал Вот это было мое такое Конечно, первый раз я выступил в 5 лет Это было 9 мая для ветеранов ДК «Газа» в Санкт-Петербурге И я уже играл какой-то там этюд Черни, этюд Черни играл, да И выступал, и пел также в этом концерте Принимал участие Оно серьезное было, это когда в 8-летнем возрасте Прошел очень серьезный отбор И играл в зале капеллы в Санкт-Петербурге В Государственной капелле Перед полным залом И там были немецкие туристы Которые ко мне потом подходили Там были... Я никогда не забуду, до сих пор я помню этот день И, конечно, это, наверное, тот день Это было начало всего того, что там уже останавливаться нельзя было Поскольку тут уже и конкуренция, тут уже и одноклассники, и однокурсники И все это надо всегда быть победителем Это, конечно... А ты фактически еще и пианист Да, да, это была такая вторая основная стезя в моей жизни Что все-таки больше в тебе? Исполнительского, вот, как вокалист или как музыкант? Вот не могу сказать Вы знаете, я также занимался, как я говорил, да, 11 лет Я отыграл на скрипке Я также был... Занимался очень активно дирижированием В консерваторию поступил как дирижер-хоровик Главное, на самом деле Вот один очень мне близкий человек Часто говорит о том, что ты не музыкант, ты не певец, ты не певец, ты артист Главное, наверное, это то, когда ты на сцене И когда ты можешь любыми средствами держать внимание публике Поэтому сейчас я в основном, конечно, пою Так получается Допустим, год назад, только когда я вернулся в страну До этого я 7 лет провел в Великобритании Там так получилось, что меня занесло в рояль И это было основной моей деятельностью И... А что ты делал в Англии? Уехал я туда учиться Но от учебы там осталось очень мало Поскольку была очень серьезная концертная деятельность Мне повезло, в 2007 году, в октябре Я выступил... Ну, меня выдвинули от академии В которой я учился, закончил Королевскую Шотландскую Академию Музыки и Драмы И меня выдвинули на прослушивание Где был полный зал организаторов концертов по всей Великобритании И вот после того дня я получил приглашение И концерты, и имейлы до мая 2011 года Поэтому... Очень насыщенная концертная деятельность И там уже было не до вокала Мне пришлось это немножко отодвинуть И я занимался роялем Поэтому надо было держать публику Впосредством правой руки Когда ты за инструментом Но вот это самое главное, что я больше всего люблю в исполнительстве Это возможность контактировать с публикой И ощущать вот это вот напряжение Вот как только его теряешь Все, тогда тебе незачем там находиться Я думаю, что наши телезрители тоже сейчас Внимательно следят за тем, что происходит здесь На этой волне Я предлагаю опять-таки посмотреть тебя Как ты... Здорово это делаешь Играешь на фортепиано Так ведь? Да Давайте посмотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому На своей волне Артем Амаров сегодня наш гость Гость программы «На своей волне» Удивительный человек, который не только поет Но и сами видели, как играет проникновенно А ты мне рассказывал, что ты получаешь удовольствие Когда ты выходишь на сцену От зрителей, от аплодисментов От общения Здесь, наверное, все вместе Это, наверное, любой артист должен получать Вот такое вот удовольствие Но наряду с этим существует и обратная часть вот этого всего Когда невольно тебя начинают критиковать И говорит Артем, ты здесь сделал все плохо И спел ты плохо И двигался ты никудышно Что ты делаешь в этот момент? Ты обижаешься? Или говоришь Нет, я все правильно сделал Нет, честно говоря, нет У меня за мою какую-то маленькую жизнь все-таки Но очень насыщенную артистической деятельностью Сформировалось такое отношение к критике Во-первых, у меня очень сильно развита сама критика И ей я доверяю больше всего Поэтому буду откровен Критику со стороны я не люблю Я ее очень сильно не люблю Мягко скажем Но я всегда слышу, что мне говорят В дальнейшем я это Когда, так скажем, успокаиваюсь Я это анализирую И понимаю, она была по делу или нет Если да, то я стараюсь что-то сделать Чтобы устранить Те или иные недостатки Но, опять-таки, скажу честно Я не люблю критику Я не люблю Потому что критиковать, честно говоря, надо уметь Когда меня спрашивают о чем-то Какого-то совета Или какого-то моего мнения Я стараюсь это делать всегда так Чтобы это было Если это уже критика То чтобы, во-первых, ее человек принял с легким сердцем И чтобы она была по делу И чтобы он действительно понимал, что я хочу ему сказать А не просто показать, какой я умный И что я там что-то услышал или увидел Поэтому ее надо либо делать правильно Либо не делать вообще Но за всеми не возле здесь, как говорится И опять-таки повторюсь Моя самокритика, она достаточно развита И мое мнение о самом себе Это то Поскольку вернусь к своему педагогу О котором я вам уже говорил Это был великий человек Благодаря которому я сформировался таким, какой я есть Как личность И он научил меня самому главному в жизни Он научил меня представлять и видеть идеал В том или ином виде Это может быть как фортепиано, так и вокал Я слышу примерно, как это должно быть Я вижу, как это должно выглядеть Да, это должно быть На самом деле все гениальное просто И вот к этому гениальному я могу только приблизиться Слава Богу, он меня научил способы К которыми можно приближаться Это бесконечный путь Это бесконечно можно усовершенствовать Совершенствоваться Но идти далеко Поэтому я знаю, что всегда можно лучше и лучше И не надо мне об этом напоминать Вообще, очень тяжело жить, наверное, идеалистом Перфекционистом Потому что они всегда хотят, чтобы это было все идеально Но в этом же мире ведь не бывает ничего идеального Само собой, конечно Но задача, наверное, жизни Главная задача артиста Это стремиться к идеалу Никто не просит его предоставить Вот прямо здесь и сейчас Но чтобы оставалось всегда отношение к делу правильное Вот если я начну, наверное, довольствоваться Я могу сказать, что были у меня очень редкие в жизни моменты Когда я был очень доволен И, наверное, я на них и ориентируюсь Я хочу снова и чаще это испытывать Это очень трудно Добиться идеала Но к нему надо стремиться и не терять отношения А если ты в один прекрасный день сядешь и скажешь Да, я все умею, теперь я могу с этим зарабатывать И ходить по корпоратам Вот К чему И к чему я подхожу А конкуренция как на тебя влияет? Она действительно держит в тонусе, скажем? Вот есть артист, который делает что-то похожее, скажем, да? И он сделал это лучше И ты видишь, что он сделал это лучше Ты пытаешься переплюнуть его, скажем так? Надо всегда трезво мыслить Да? И трезво смотреть на вещи К счастью, мы можем сегодня Вот у нас век интернета и телефоней Мы можем видеть столько талантов Столько талантливых людей Есть себя пытаться изнутри И кого-то переплевывать Люди хороши все по-своему, да? В своих отраслях Это устанешь просто этим заниматься Ты должен знать, что ты можешь делать хорошо И стараться это делать хорошо Максимально хорошо Еще одно выступление нашего гостя Артема Амару В моей душе ты льешься водопадом А в сердце бурною рекой Мой мир наполнен океаном Одной тобой, одной тобой О, моя мелодия Мелодия любви Смиренная и тихая То бурная, то дикая Мелодия любви Твои черты подобны скрипке Твои черты мои мечты И задаюсь вопросом каждый день я За что такая ты? О, моя мелодия Мелодия любви Смиренная и тихая То бурная, то дикая Мелодия любви Мы друг без друга невозможны Мы поддельности шумы Скажи, ну как же так возможно Такую быть и без души О, моя мелодия Мелодия любви Смиренная и тихая То бурная, то дикая Мои надежды и муки Мои надежды и мечты Гость нашей студии Артем Амаров Певец, исполнитель, пианист Одним словом, артист Как он сам и признался Как он сам себя именует Скажи, а у тебя есть какие-нибудь Вот такие вот фишки на сцене Которыми ты, скажем Гипнотизируешь своих зрителей Или телезрителей? Нормальный вопрос Вы знаете, мне Некоторые люди Когда я начал только вот Вернувши в страну И пытался найти какое-то Своё здесь место Говорили о том, что нужны Какие-то фишки Я пытался понять Что они имели в виду До сих пор не понял Могу сказать Просто на собственном опыте То, что Выходя на сцену Надо просто Вот эта банальная фраза На самом деле Которую меня мама с детства Приучила Петь от души Вот что делать Каких-то определенных движений Я даже Сматривая свои записи Я не вижу Меня даже много Еще раздражает Какие-то моменты Но Вот если я чувствую Что Вот этому, наверное, я научился Я Не могу врать Если я о чем-то пою Я действительно стараюсь Об этом думать И Я вижу всегда Когда я это Делаю Правильно Потому что зал сразу Реагирует на это И это самое приятное Для меня Не значит, что я это сделал Идеально или правильно Технически С этим всегда были И будут проблемы Потому что эмоция заносит И иногда даже теряешь Вот Хватаешься за эту эмоцию Но Когда она вот есть Это самое главное Главное Скажи, пожалуйста А вот Кроме Скажем Песен Кроме Музыки Есть еще какие-нибудь Скажем Такие Направления в жизни Которым ты отдаешь Вот Ну скажем В приоритете Они у тебя Сейчас речь идет О хобби каком-то Или об отношении Просто отношении Таком Хобби Который Да Вот именно Да Может быть это будет хобби Нет Это не хобби Хобби У меня есть Конкретное хобби Я очень люблю бильярд И играю неплохо в него Но об этом сейчас Да Не так важно Знаете Отношение мое Вообще Вот такое О котором я говорю Да Вот это Искреннее Честное Не только на сцене Оно в жизни Соответственно Так надо относиться К своим друзьям Так надо относиться К своим близким Надо относиться Честно Надо относиться Порядочно И любить И как только Как только ты вот Теряешь этот момент Все А друзья Они у тебя Поющие все Тоже или нет Или бывает что Друзья По профессии не выбирают Они разные Совершенно разные Совершенно разные все Ну По роду деятельности Конечно музыкантов Много Близких людей Очень близких людей И так Мне везет в жизни Что ко мне Не предстают Не предстают Плохие люди А становятся ли Близкими людьми Те которые Ну допустим С тобой спели В дуэте Потому что Я тоже видел В интернете Очень Много Песен Да Да Конечно С некоторыми людьми Меня судьба Связала И я Благодарен Судьбе Вообще За всех людей С которыми Она меня связывает Как правило Они те Которые остаются В моей жизни Они Все достойнейшие люди Но мне повезло Мне Была честь Выпала честь Спеть С Леной Максимовой С финалисткой Голоса Первого или второго Я уже не помню Это был потрясающий опыт Совершенно Это Великая На мой взгляд Певица У которой Огромное Огромное Будущее Каждый раз Ее слушать Это Большое удовольствие А то что сейчас Мы Послушаем Это вот Как раз Это именно Да Дуэт с Леной Максимовой Это был ее Сольный концерт В Санкт-Петербурге И Да Так получилось Что мы с ней спели Дуэтом Потрясающую песню Сейчас мы это Обязательно увидим Также меня связала Судьба Не только с Леной Максимовой Да И Наверное с одной из Лучших в стране Джазовой певицей Это Эри Бериашвили И Совсем скоро Вы услышите Наш дуэт Замечательный дуэт Который мы уже записали Он скоро будет Везде И на радиостанциях И в интернете Это не последний дуэт У нас готовится Огромный с ней проект И Мы нашли друг друга Как музыканты И в первую очередь Как друзья Вот с этим человеком Я действительно Очень сильно подружился Это Огромной души Человек Большим Огромным сердцем И Вот сейчас говорю У меня мурашки Она великий человек Она большой человек И Спасибо тебе Что ты появилась В моей жизни В заключение нашей беседы Каждого гостя Я спрашиваю Поскольку Человек Ты находишься На своей волне А любой человек Находящийся На своей волне Ну это типа Солнышко Такого большого Который вот Излучает Оптимизм Позитив Такой Вот скажи пожалуйста Как оказаться На своей волне Многие люди Находятся Ну В таком Подвешенном Состоянии Им может быть И хотелось бы Но они не знают как Вы знаете Я вчера Вот Честно Вчера это было Я попал На маленький 57 секундный ролик С Андреем Мироновым И он сказал Фантастические слова Он Сказал Как переводится В моменте моря По-моему Да В моменте моря А переводится Это Помни о смерти Что-то такое И он говорит Казалось бы Страшные слова Он говорит Ничего подобного Это потрясающие слова Это значит Надо помнить Что мы сегодня живем Надо стараться забывать И необходимо Забывать все плохое И помнить все хорошее И тогда можно быть На своей волне Надо оставаться Быть честным С самим собой В первую очередь Да Добрым Все гениальное просто На самом деле Все гениальное просто Вот И да Не надо Никогда Не запоминайте плохое И старайтесь Всегда помнить Все самое хорошее Что есть в вашей жизни Спасибо тебе большое Что был на нашей волне Мы оказались На твоей волне Спасибо Я тебе желаю Успеха Процветания Ну и всего самого доброго Хорошего И хорошей весны Спасибо Это самое главное Это взаимно Это программа На своей волне Сегодня гость Здесь был Артем Амаро Давайте еще раз Поаплодируем Спасибо большое Увидимся Совсем скоро На своей волне 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 На своей волне